После того, как в интернет хлынул поток ужасных фотографий, ужасных видео с Акрестина, мы же общаемся с педагогами, и возмущение было просто великое. То, что происходит в стране, заставляет людей возмущаться. Куда это обращение пойдет? Первая инстанция? Первая инстанция – наш профсоюзный комитет. Честно говоря, мы не думали даже, куда она пойдет. Отставка действующего президента, Совета министров, Палаты представителей, признание выборов недействительными, освобождение политзаключенных. Требования, которые прописаны в письме, педагог отмечает, подписались не все, только 19 человек. Мне предложили поставить свою подпись под этим документом, на что я не согласилась, я имею свою гражданскую позицию. Ознакомила их со статьей 388 Трудового кодекса о проведении забастовок. Эта забастовка считается незаконной, так как предъявлены требования политические. Ко мне, как нанимателю, никаких требований не было предъявлено. Нельзя не отметить, среди тех, кто сразу поставил свою подпись под обращением, есть и те, кто передумал участвовать в этом. Я только закончила университет, и только начинаю свою карьеру учителя. И все-таки мне нужно сейчас готовиться к учебному году, писать планы и прочее. И школа, она для того, чтобы работать, чтобы я могла преподавать все-таки свой любимый предмет. И мне кажется, эта петиция не для меня. Поэтому я бы просила, чтобы моего голоса выписали оттуда меня. Как отметили сами педагоги, все работают и о забастовке речи не идет. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.